Всем привет! Приветствую вас сегодня на нашем семейном канале Французский язык по полочкам. И сегодня мы с вами разбираем две очередные фразы дня. Итак, для начала смотрим видео. В этом видео я хочу акцентировать ваше внимание на следующих фразах. Первая это фраза «Faire tomber». Я вам ее пишу. Во французском языке бывают выражения, где один глагол объединяется с другим. И уже в паре они нам дают совершенно иное значение, совершенно иной перевод. То есть они не переводятся каждый по отдельности. Таким выражением есть выражение «Faire tomber». То есть, смотрите, «Faire» – делать, «Tomber» – падать. Конечно, перевод «делать» – падать не очень красивый, не литературный. Эти два глагола объединяются и уже в паре нам дают совершенно другое значение, как «уронить» или «ронять». Вот такие парные глагольные выражения спрягаются по-особенному. То есть первый глагол мы всегда спрягаем, мы изменяем согласно правилам его группы. Если «Faire» – это глагол третьей группы, то как в третьей группе он спрягается, так мы его и в этом выражении спрягаем. Второй глагол «Tomber» мы присоединяем не трогая, то есть он сохраняется в инфинитиве. Второй глагол всегда сохраняется в инфинитиве. Ну, всегда, конечно, это громко сказано, потому что если это будет вспомогательный глагол и основной глагол, допустим, как в построении прошедшего и будущего времени, там будут меняться два глагола, то есть оба. Но это только когда один из них является вспомогательным. Это прошедшее, образование прошедшего и будущего времени. Это отдельная история. Я говорю про фразы, где два глагола равноправных, где нет второстепенного и нет главного. Первый спрягается, второй остается в инфинитиве. Напоминаю, как мы спрягаем «Faire». Обратите внимание, что «ву фет» имеет нетипичное окончание, не «e», «z». Таким образом, я роняю. «Je fais tombe», «ты роняешь», «tu fais tombe», и так далее. «Faire» мы изменили, «tombe» мы оставили в инфинитиве, как по правилу, спряжение двух глаголов. Если нам надо выражение «faire tombe» поставить в какое-то другое время, в прошедшее или в будущее, то точно так же в прошедшее и в будущее ставится глагол «faire». «Tombe» присоединяется, опять-таки, в инфинитиве вот таким неизмененным. Поэтому в диалоге мы с вами слышим, что Ульяна говорит фразу «votre fille a fait tombe» – прошедшее время «faire». «a fait tombe». Окей, и второе выражение, которое также говорит Ульяна – «patsusi». «Patsusi». Разбираемся с ним. Фраза «patsusi» – это мы ее слышим так на слух. На самом деле фраза звучит и пишется как «patsusi». И вот это «d» в устной быстрой речи, оно слышится нам просто звуком «d», который присоединяется к «patsusi». 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 Так говорят французы, когда говорят быстро. Если же мы только начинаем учить французский язык и у нас еще нет скорости в устной речи, мы не имитируем, никогда, я акцентирую ваше внимание, мы не имитируем французскую речь. Скорость придет к нам сама собой в ходе практики. Мы говорим правильно «patsusi», «patsusi». Итак, что такое «susi»? «Ein souci» – слово мужского рода – это какая-то проблема, неприятность, препятствие. То есть «patsusi» без проблем, без проблем. Есть еще синоним этого выражения «pats problem», если французы говорят быстро «pats problem». Но слово «проблема» пришло с английского. Французы не очень любят иностранные слова, поэтому старайтесь использовать вместо фразы «pats problem» фразу «patsusi». Это будет более по-французски. Договорились? Выражение «patsusi» – это одно из вариантов использования слова «susi». Также мы можем использовать его с глаголом «avoir» – иметь, «avoir» – «de susi» – иметь проблемы. «Avoir» – «oh, простите» – «avoir des «susi»» – «avoir des «susi»» во множественном числе. То есть «я имею проблемы». Я не могу прийти вовремя, потому что у меня проблемы. Итак, используйте эти фразы. Если вы их слышите на слух и уже понимаете, отлично, вы прошли еще одну ступеньку в изучении французского языка. Надеюсь, видео было вам полезным, доступным по восприятию. Ставьте свои лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые уроки, новые видео. И до новых встреч! Пока-пока!